Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 25 марта, день Феофана и святителя Григория Двоеслова. Феофан-исповедник вел праведную, удивительную жизнь. Он обладал разными дарами от Бога, целительством, прозорливостью, пострадал за веру. Святой Григорий, папа римский, прозванный за свои красноречивые беседы двоесловом или беседником, родился в Риме. С юных лет он занимался богоугодной жизнью. С детского возраста, полюбив чтение книг, он впоследствии стал главным ученым и ритором. В этот день, рано утром, крестьяне выходили на улицу встречать весну. Для этого разбрасывали семена, чтобы привлечь перелетных птиц, ибо весна приходила вместе с ними. В этот день поили лошадей водой, которую долгое время настаивали на каком-либо серебряном предмете, например, серебряной ложке. Верили, что это поможет уберечь их от болезни и порчи. Тем более, что лошади главный помощник в сельском хозяйстве. Накануне пахотных работ. Народи поговаривали, феофан прогоняет туман. Приметы. Если снег на муравейнике тает с северной стороны, то лето будет долгим, теплым и наоборот коротким и прохладным. На деревьях виден иней, июнь будет очень дождливым. Если сегодня погода по-настоящему весенняя, летом будет много дождей. Туман поднялся вверх, жди дождя. И если опустился вниз, будет ясная погода. Если в Ласточкином гнезде сегодня отыскать мелкий камешек, его можно использовать в виде оберега от зла. Вот Анатолий спрашивает. Петрович, здравствуйте. Соду пил без меда. Неумывакин советовал воду не доводить до кипения. Видео снято давно. В смысле, неумывакина. Что можете сказать по этому поводу? За видео, значит, лайка, балалайка. Это ДТП. Я ему ответил. Сравните, попробуйте, что и как. Дело в том, что я-то объяснил, почему там сода пьется, допустим, горшоная, почему она там пьется с медом и ряд других вещей. Вы внимательно все там читайте, смотрите. Потому что мы уже по 20-му кругу идем, одно тоже говорим. До кипения не доводить. Да для того, чтобы погасить соду, допустим, до кипения вы не довели градусов хотя бы 90-95. Это практически тот же кипяток. Бац, то же самое. Главное, чтобы произошло горшейное соды, то есть произошло вот это вот шипение. Вот в чем важно. А не то, что какую там воду вы будете использовать, кипяток, не кипяток. Просто легче всего вскипятил, тогда залил, да и вся недолгая. Нежели вы там будете вымерять, ага, сейчас тут белый ключ пойдет, или еще там ловить это все, все вещи. Хотите заморачиваться, пожалуйста, действуйте. А все остальное я объяснил, что, что и как. Так что вперед. Продолжение следует...